Сложно сказать, что все нужно в сравнении. Говорится, в принципе, у нас есть сильные спортсмены, но, к сожалению, это единицы, потому что спорт в основном держится на энтузиастах, он мало спонсируемый, и только энтузиасты, и те люди, которые хотят для себя что-то доказать, участвуют на международных соревнованиях. У нас есть чемпионы мира, победители Кубка мира, победители Немирова, поэтому, в принципе, уровень, можно сказать, средний, но, к сожалению, очень большая разница в подготовке между топ-спортсменами и всеми остальными. Проблема в том, что в основном спортсмены появляются во время учебы в университете, как только заканчивают, они пропадают. И остаются только те энтузиасты, которые продолжают дальше, пытаются что-то для себя доказать. Почему это происходит? Почему люди уходят? Потому что нет финансирования, нет клубов. И проведение соревнований, оно не носит коммерческий характер. Поэтому, я думаю, что, в первую очередь, нужно переходить на коммерческий уровень, проводить соревнования, делать то, чтобы была заинтересованность не только в получении самого звания мастера спорта, мастера спорта международного класса, но и получать какую-то экономическую, финансовую выгоду от участия в соревнованиях. Дмитрий Шмыка, Дмитрий Кейленко, Обращение Виктор, Середич Александр, Янковский. Вот, наверное, и все из тех, кто сейчас выступает. Это чемпионат Минска. Я считаю, что в этом году чемпионат Минска удался, потому что в каждой категории присутствует как минимум два мастера спорта. Это хороший, я считаю, уровень. В принципе, выбрано достойное место для организации, где присутствует сцена, два стола, комфортное условие для зрителей. Я думаю, для чемпионата Минска это вполне достойный условие. Я уже довольно долго в этом спорте, с 2001 года, поэтому немножко энтузиазм гаснет со временем, но, тем не менее, пытаюсь форму передерживать и, возможно, в этом году поучаствую на Немире. С учетом, что я нашел себе достойную работу и финансовый достаток обеспечить себе могу вне спорта, а спорт мне дает возможность получать самоудовлетворение и, опять же, общение с спортсменами, в том числе и с других государств. Плюс приехать, посмотреть на шоу, такой как Немиров, это уже плюс, а принять в нем участие или выиграть несколько схваток, это большого стоит. Конечно. Уважаю этого спортсмена, очень сильно уважаю его желание вернуться в армрестлинг вне олимпийского спорта. И это прекрасное событие, то, что он стал олимпийским чемпионом. Я люблю лыжные гонки и на любительском уровне бегаю. На любительском уровне бегаю на лыжах. А в соревнованиях не пробовали участие? Только в любительских, за свою организацию, в госструктурах бегал, занимал призовые места. У нас, к сожалению, в Беларуси нет для этого условий. Учитывая свой опыт и опыт своих друзей, я считаю, что до соревновательного уровня должно пройти хотя бы год нарабатывания базы, укрепления связок и, естественно, мышечного каркаса, чтобы избежать травм. И второй момент – это четко поставленная техника, которая бы также позволяла вовремя остановить свою борьбу, чтобы не травмироваться или контролировать свое движение до конца. Поэтому я считаю, что минимум год общей физической подготовки и четко поставленная техника, вот эти две составляющие должны быть обязательно у спортсмена, который хочет принять участие даже в любительских соревнованиях. Получилось, что в своей жизни на соревнованиях я тоже сломал руку своему сопернику. Это ужасное, на самом деле, состояние, когда ты в своей руке ощущаешь мертвую руку, то есть без движения. Все дело именно в той подготовке. И второй момент – еще разогреве перед соревнованиями. То есть если человек должным образом готов к соревнованиям, если тренер обеспечивает допуск физический, достойный у своего спортсмена и готовит его, разогревает перед соревнованиями, то травм не должно быть. Все травмы, они, мне кажется, исключительно из-за недостаточной подготовленности и просто большого желания сделать больше, чем ты можешь. Но травмы не были за страхом, правильно? Естественно, все травмировались, кто выступает на профессиональном уровне. И самое главное – остановиться в это время, восстановиться полностью, залечить свои травмы и только после этого приступать к тренировкам и соревновательному уровню. Потому что если ты не до конца восстановился, залечился, ты только усугубляешь свою травму впоследствии. Это крайний случай сломанной рука. Скорее всего, это будут травмы, связанные со связками и локтевым надостком. Сломанная рука – это очень редкий случай. И опять же повторюсь, что дело только в своем спортсмене. Если он не будет спешить, если все будет эволюционным путем нарабатываться, сила, техника и умения, опыт, то травм можно избежать. И большая вина всех травм лежит именно на тренерском составе, который допускает неподготовленного спортсмена к участию в соревнованиях. И не большой, потому что очень большая нагрузка на связочный аппарат и требуется восстановление именно связочного аппарата. Поэтому необходимы специализированные препараты, которые содержат глюкозамин, хондроитин, коллаген. Это необходимые условия для того, чтобы укрепляли связки и восстанавливались. А белково-логули, водные смеси? Они важны в качестве инструмента, который строят мышцы. Естественно, мышцы тоже нужны в армейстинге, как и в другом любом силовом виде спорта. Но это вторично по сравнению с связками. Мы зачастую видели людей, которые побеждали на чемпионате мира, не обладая крепкомышечной структурой. Если это межсезонье, то я тренируюсь три раза в неделю. Если это подготовка к соревнованиям, пытаясь выйти на пик формы, то от пяти тренировок на неделю до трех в предсоревновательный период, постепенно сбрасывая нагрузку, увеличивая интенсивность тренировок. Есть тренировки в неделю, которые посвящены вообще физической подготовке, где включается максимальное количество мышц, групп мышц, а есть две-три тренировки в зависимости от сезона, которые посвящены исключительно специализированным упражнениям с блоками, резиной и спарринг-партнерами. Лично я тренирую, потому что я люблю бегать на лыжах. Сменам хотелось бы пожелать силы воли, усердия, конечно же, любить наш общий вид спорта, так как это делают все те спортсмены, которые добились высоких высот. А пожелание-то то, чтобы молодые спортсмены не спешили завоевывать громкие имена, высокие титулы, а все-таки обратили внимание на свою физическую подготовку и возможность выступить на высоком уровне, не прыгая через голову.